В России олигархов нет, в очередной раз заявили в Кремле. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную позицию в его стране. Так почему они отрицают существование олигархов и что имел в виду Лукашенко? Что касается олигархов, то если под этим словом иметь в виду независимых от Кремля олигархов, то Песков совершенно прав, уверен философ-социолог, доцент кафедры философии, социологии и культурологии Уральского госпедагогического университета Андрей Коряковцев. Крупный капитал в России – это винтик бюрократической иерархии, он встроен в нее и существует по ее милости. В этом преимущество России перед Америкой. Почему? Потому что бюрократия менее зависит от рынка и способна на социальный маневр. Трамп не сделал того, что сделал Путин 15 января и пожинает плоды. Директор Института свободы Федор Бирюков считает, что сейчас власть хочет подчеркнуть свою близость к народу. Референдум же на носу. Какие олигархи? Свят-свят. Лукашенко совершает большую ошибку, пытаясь по примеру многих западных политиков включить русский след и объяснять собственные политические проколы мифическим вмешательством России. В случае с Белоруссией Россия как раз постоянно пытается сохранять сбалансированные торгово-экономические и внешнеполитические отношения между странами, даже несмотря на регулярные претензии со стороны Батьки. Москва поддерживает интеграционный дух номинального союзного государства, дает возможность белорусским гражданам нормально работать и зарабатывать в России. И меньше всего Кремль заинтересован в усилении отмороженной, как выразился Лукашенко оппозиции в Белоруссии. Зачем же белорусский президент говорит об вмешательстве? Очевидно, в его окружении есть люди, которые не уверены в долгосрочных перспективах нынешнего белорусского порядка и хотят обеспечить себе свободу маневра на случай резкого поворота республики вправо и на запад. При этом они пользуются сильным влиянием на главу государства. Слушая всех этих шептунов, Лукашенко оказывает медвежью услугу и самому себе, и всему белорусскому народу. В Кремле уже не первый раз категорически отрицают существование такого социально-политического вида, как олигархи. И если понимать это слово в значении, которое оно имело в 90-х и начале нулевых годов, то в общем Кремль прав. Тогдашние олигархи – это люди с колоссальными финансовыми средствами, которые они конвертировали в колоссальную же власть и лично контролировали все ветви государственной власти, влияли на принятие ключевых решений, заседали в Кремле и так далее. При этом эти олигархи старой закалки зачастую являлись проводниками прямых иностранных политических и экономических интересов в России, то есть были самыми натуральными иностранными агентами, чего даже не скрывали. Есть ли такие олигархи в современной России? Нет. Нынешняя система экономических и политических отношений в стране строится принципиально наоборот. Только причастность к определенным высшим кругам государства дает допуск и к высшим прибылям. И здесь определяющим условием служит полная лояльность к высшей власти, без фокусов. Все фокусники давно либо выдавлены за рубеж, либо как Абрамович занимают строго определенную нижу в общей иерархии. В плане степени корпоративной подчиненности это уже никакие не олигархи, а скорее свободные чиновники, предварители легионов государственного капитализма, компаний и корпораций. Для России такой порядок имеет двойственный эффект. С точки зрения гражданских интересов, народной экономики и политической жизни, все это ведет к социальной апатии, регрессу, экономическому закостенению и политическому нигеризму населения. Но с точки зрения краткосрочной управленческой стабильности, пока система работает вполне успешно. При этом нельзя исключать возникновение ситуации, при которой кто-то из нынешних свободных чиновников захочет получить права настоящих олигархов. Но тогда начнется уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин